Снег в лесах растаял и обнажил сухую прошлогоднюю траву. В этом сезоне пожароопасный период наступил раньше. За 3 и 4 апреля пожарные три раза выезжали в районы области на природные пожары. Чтобы возгорание весной было как можно меньше, готовиться начали намного раньше. 98 миллионов рублей с консолидированного бюджета выделено в этом году на предупреждение и ликвидацию лесных пожаров. В феврале сотрудники Минприроды проверяли лесопожарные станции и арендаторов лесных участков. Особое внимание на наличие необходимого оборудования. К примеру, в распоряжении лесопожарной станции в Старой Майне квадроцикл, трактор и 4 лесопожарных автомобиля. Чтобы найти возгорание как можно раньше, используют квадрокоптер. Также дежурные регулярно патрулируют территории и находятся на постоянной связи с МЧС. В прошлом году у нас был всего лишь один лесной пожар. Но в этом году, как вы видите, погода намного жарче. Весна такая, так скажем, аномальная. У нас основная проблема – это поджог камыша в Староманьском заливе, от которого происходит большое количество лесных пожаров. В лесах региона установлен запрет на проведение всех пожароопасных работ. Любителям отдохнуть на природе придётся заранее позаботиться о досуге. Разжигание мангалов и разведение костров запрещено. За несоблюдение правил могут привлечь к административной ответственности и штрафу. В связи с началом пожароопасного сезона в лесах ограничено проведение каких-либо пожароопасных работ, включая сжигание порубочных остатков, разведение костров и так далее. В связи с чем действуют определённые правила поведения себя в лесу. Нельзя разводить костры, сжигать порубочные остатки, оставлять после себя мусор. Но его мусор никогда нельзя оставлять. Согласно сводному плану, на территории области к борьбе с лесными пожарами готовы больше 3000 человек и 540 единиц техники. В этом году в лесах наиболее подверженных пожарам установят камеры видеонаблюдения. Это Николаевский и Новоспасский район.